Итоги работы Фонда развития промышленности края подвели в региональном Минпромторге. Фонд был создан ровно пять лет назад. За эти годы десятки предприятий региона получили финансовую поддержку для реализации проектов по приоритетным направлениям промышленности. Всего было выдано льготных займов на сумму свыше 800 миллионов рублей. За счет этих средств компании-заемщики создали 219 рабочих мест, уплатив в бюджет в период пользования займами более 730 миллионов рублей в виде налогов. Сейчас на рассмотрении Фонда находится 10 заявок на предоставление займов на общую сумму 512 миллионов рублей. Кроме того, с этого года в линейке Фонда появится еще одна мера поддержки предприятий – безвозмездные гранты на компенсацию затрат по уплате процентов по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств. Одним из предприятий, которые воспользовались этой меры, стал металлургический завод «Амурсталь». Компании выдано несколько безвозмездных грантов. Их общая сумма составила около 11 миллионов рублей. До конца года будет еще одна выплата – 15 миллионов рублей. Получение гранта позволило нам реанимировать проект по оптимизации технологического процесса выплавки стали. Мы сделали сейчас первый платеж компании-лидеру мирового рынка по производству оборудования для металлургических предприятий. И планируем, что в 2023 году нам поставят машину для очистки рабочего окна сталиплавильной печи. Мы оплатили оборудование для нового участка по выгрузке и подаче карбонизатора. И вы видели на входе в управление стоят два новых выгинговых аппарата, которые упрощают выдачу средств защиты для работников. Это как раз в рамках этого гранта мы их также оплатим. Отметим, что в целях поддержки металлургической отрасли в текущем году Министерством промышленности и торговли края был подготовлен и направлен ряд предложений в правительство Российской Федерации, которые были учтены при разработке федеральных мер поддержки. До конца 2022 года установлена тарифная квота на экспорт металлолома и увеличена ставка экспортной пошлины на вывоз лома черных металлов из России. По итогам работы СОО «РЖД» на этот год на 16,4% снижен тариф на железнодорожные перевозки лома черных металлов до Комсомольска на Амуре. С учетом внешних экономических санкций металлургическим комплексом края, который прежде всего представлен заводом «Амурсталь», более чем полтора раза увеличены ежемесячные поставки продукции металлопроката на внутренний российский рынок.